Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я хочу с вами поделиться тем, как можно попасть в лагерь, в международный лагерь Артек. Свершилось чудо, как говорится. Ура, ура, ура! Наша дочь поехала в Артек, и поэтому мы прошли все стадии. И я вам сегодня расскажу о тех моментах, которые считаю значимыми, когда уже мы прошли весь этот квест, вот то, что должны знать родители, в помощь, так скажем. Если вы хотите своего ребенка отправить в Артек, то это видео для вас. Итак, начинаем. Дело в том, что попасть в Артек можно, так скажем, несколькими способами. Вот давайте сейчас мы с вами зайдем на сайт Артека. Сайт здесь, конечно, он немного мудрёный, но разобраться в нем можно. Первое, что вам необходимо сделать, это, конечно же, зарегистрироваться. Лучше, конечно, чтобы электронная почта, если вы, именно как родители, регистрируете до ребенка до 14 лет, лучше, чтобы, конечно, электронная почта была ваша. Вот. Если ребенку уже 14 лет, и он может зарегистрироваться сам, пожалуйста. Но просто отслеживать удобнее, когда вот родитель может зайти и все просмотреть по своей электронной почте. Итак, вы зарегистрировались и зашли. Когда будете регистрировать, записывайте абсолютно все. Вот здесь, видите, есть свидетельство о рождении и копия. Нужно будет отсканировать и копию сделать, да, фотографию, личные данные, размер одежды. Это тоже вот важно, да, если ребенок попадет, чтобы знали, какой размер одежды ему нужен. Значит, обязательно прошу обратить внимание на хобби. Это очень важно будет, потому что распределять вас по отрядам, по лагерям будут вот в зависимости также от вашего хобби. То есть это немаловажный момент, на это будут опираться. Вот, то есть вы все-все-все абсолютно заполняете, профиль сохраняете, все, теперь у вас профиль заполнен. И далее вы переходите непосредственно к заявке. Первый способ, по которому вы можете попасть в лагерь Артек, это оформить заявку. Когда вы открываете заявку, у вас будет несколько смен. То есть будет вопрос, подать заявку, вы говорите, подать. Какая смена? Вы выбираете смену. После того, как вы выбрали смену, вам нужно будет загрузить полностью весь пакет достижений. Обратите, пожалуйста, внимание на следующее. Если ваш ребенок занимается спортом или танцами, это очень здорово, потому что эти грамоты, они набирают достаточно большие баллы. Обращайте также внимание на то, чтобы, какие у вас конкурсы проходят, да, и правильно это все прописывать. Если это международный конкурс, в грамоте стоит международный, обращайте внимание и пишите международный. Если это всероссийский, пишите всероссийский. Если муниципальный, пишите муниципальный. В этом случае нельзя никоим образом хитрить, потому что ваша хитрость все равно будет обнаружена, и за это будут баллы снижены. В конце, когда вы загрузите все свои грамоты, у вас будут стоять баллы. За каждую грамоту будет определенное количество баллов. И чем больше вы баллов наберете, тем лучше. Сразу же хочу сказать, что за очные конкурсы баллов выставляется больше, чем за заочные. Сейчас очень много проводят конкурсов разных, заочных, да, иногда там вот пишут всероссийский конкурс, там, например, чтецов, да, нужно заплатить там 80 рублей, записать видео, вы туда это отгружаете, все записываете, вам приходит грамота. Вот там первое место, например, ваш ребенок занят. Так вот, я хочу сказать, что вот такие грамоты, они практически не котируются. Мы когда сдавали пакет документов, мы сдавали несколько раз, мы пытались попасть таким образом в Артек несколько раз, и мы четко знаем, что эти грамоты, они набирают достаточно малое количество, они не влияют на общий балл. Поэтому лучше их, если они у вас есть, даже не грузите. Если ваш ребенок отличник, обязательно загружаете эти грамоты, но это уже номинация другая, это номинация лидерства, олимпиады, олимпиады всероссийского и международного образца, они очень хорошо котируются. Регионы тоже, если вот у нас, например, Республика Крым, Республиканский конкурс, он тоже хорошо котируется, тоже набирает достаточно большое количество баллов. Но я хочу сказать еще маленький такой акцент. Грамот всего 20. 10 грамот – это те, в которых есть места, первое, второе и третье. И 10 грамот, они так и называются, прочие грамоты, то есть это ваше лидерство, например, что ребенок отличник или ребенок с одной только четверкой. Это грамоты, например, волонтерского плана, который сейчас достаточно сильно котируется. Это какие-то грамоты, ну, например, там, ребенок спас утопающего, да, и ему дали за это грамоту. Вот это тоже будет идти в грамоты прочие. Они тоже набирают свое количество баллов, то есть 10 грамот номинаций, первое, второе, третье места и 10 грамот вот таких вот прочих. Вместе они составляют те самые баллы, по которым ваш ребенок либо проходит, либо не проходит, не добирает нужное количество баллов. Вот смотрите, перед вами табличка, вот международный, например, очный, да, смотрите. Если вы живете в городе, то гран-при вам принесет 23,48 баллов. Если вы проживаете в селе, то это принесет вам 27,39 баллов. Там за первое место, вот смотрите, доберем город, за первое место 23,48, за второе 17,39 и за третье место 11,93 баллов. Всероссийский 20,28, межрегиональный 17,16, зональный межрайонных 14, городской 7,8, международный заочный, посмотрите, вот видите, международный заочный 2,21 балл. Сравните его с международным очным, 23,48 баллов, чувствуете, да, насколько разница. Социальная активность, вот лидерство, да, прочее, вот эти вот все баллы вы можете посмотреть, собственно говоря, найти. Это будет, как получить путевку в Артеке и расчет баллов достижения. Дальше можете вы получить путевку вторым способом. Это путевка от тематического партнера. У каждого ребенка есть возможность принять участие в конкурсах тематических партнеров. Тематических партнеров много, вот посмотрите, я вам открыла. Они выставляют здесь на сайте Артека или на своих сайтах, как можно поучаствовать ребенку в какой-то тематической программе и, заняв первое, второе место, попасть в Артек. То есть, если внимательно следить за партнерскими программами, можно также, поучаствовав, выиграть путевку в Артек. И способ третий. Просто заплатить. Платите деньги и ваш ребенок в Артеке. Сколько стоит путевка сейчас, я вам не скажу. Знаю, что в прошлом году она стоила примерно около 85 тысяч рублей. Этап номер два. После того, как к вам пришло сообщение о том, что вы попали в международный лагерь Артек и путевка одобрена, будет стоять номер путевки, какая смена, и вам нужно будет заполнить пакет документов. То есть, сначала вы этот пакет документов скачиваете, потом его заполняете, потом сканируете и в PDF его опять на этот же сайт в документы загружаете. Как только вы загрузите большую часть документов, должно будет прийти сообщение о том, что ваша путевка оформлена, и стоять где-то дня за два до заезда, появится сообщение о том, в какой лагерь ваш ребенок попадает. Еще раз сосредоточение на документах. Очень важно это. Поэтому я здесь вот о тех тонкостях, которые здесь есть. Значит, смотрите. Например, медицинская карта. Она здесь загружена на двух листах. Вам нужно будет ее распечатать на один лист, чтобы она была сделана в виде книжечки. Она у вас должна будет вот таким вот образом сгибаться. Вот, то есть, на один лист двух сторон вы должны будете это пропечатать. Два листа не принимаются. Только вот в таком виде. Обязательно нужно еще заполнить путевку. В пакете документов, которые нам прислали, путевки здесь самой нет. Ее вам нужно будет отыскать самим и отыскать по той ссылочке, по которой дается в памятке. А проще еще можно будет просто зайти на сайт Артека, там, где информация для родителей и заявления. Вот там вот вы тоже можете найти эту путевку и так же, как и медицинскую книжечку, с двух сторон ее отсканировать, сделать она так же на двух листах, чтобы она у вас была на одном листе и заполнить. Дальше. По медицинской карте. Хочу обратить ваше внимание на следующее. В зимний период обязательно прививка от гриппа. Прививка от гриппа должна быть обязательной, так же, как прививка от энцефалита в весенне-летний период. Без этих прививок вас в лагерь не возьмут. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Важный момент еще вот какой. Если вы, например, своего ребенка не прививали, но в медицинской карте обязательно должна стоять отметка о всех-всех-всех прививках. Манту – это одна из важных прививок. Без нее тоже могут быть сложности. Так вот, если вы своего ребенка не прививали, вам необходимо сначала, первое, пройти к иммунологу. Иммунолог должен будет поставить свою подпись, расписаться в документе, который должен предъявить ваш лечащий врач, педиатр. Документ, который будет говорить о том, что с такого-то возраста ребенок не прививался, потому что был отказ от родителей, и родители берут ответственность за то, что их ребенок не привит. Вот с этим документом идти к иммунологу. Иммунолог расписывается, ставит свою печать. Иногда еще в некоторых регионах, я знаю, что еще и нужно идти к аллергологу, потому что, может быть, у вас там аллергическая какая-то реакция есть на определенные препараты. Да, тоже аллерголог должен поставить свою подпись и печать. И это все нужно будет потом заверить печатью поликлиники и подписью главврача. Педиатр ставит свое заключение о том, что ребенок не прививался, только при наличии вот этих документов у вас есть возможность пройти медицинскую комиссию в Артеке, и вас оттуда не завернут. Вот на это, пожалуйста, обратите очень большое внимание. Просто отказ от вакцинации, он не принимается. Он должен быть заверен определенными документами и определенными подписями, определенными врачами. Еще один важный момент. Если ваш ребенок все-таки прививался, вот у вас есть все прививки, особенно, я еще раз говорю, на МАНТУ прививку. Это очень важно. Без нее тоже заворачивают. Так вот, у вас все прививки есть, все. Но вот по какой-то причине вы в этом году не привились от гриппа. И вы пишете, например, также вот отказ, вы идете к иммунологу, иммунолог тоже ставит там печать и так далее и тому подобное. То есть, весь вот все, о чем я говорила. Я вам хочу сказать, что этот вариант здесь не пройдет. Как вот мы с чем столкнулись, да, нам сказали. Ладно, если бы ребенок был не привит вообще. Но если ребенок прививается, и вдруг одну какую-то прививку от гриппа вы решили не сделать, оснований для этого нет. Нет, этот момент не пройдет. Если вы все-таки прививались, то нужно в любом случае прививку от гриппа в зимний период иметь. Вот это очень важные вещи, на которые стоит обратить внимание. Итак, медицинскую вы прошли. Там нужно будет сдать. Вы сначала идете к педиатру, берете анализы, три штуки, калмача и кровь. Вы это все сдаете. Стоматолога обязательно проходите. Это важно. Без этого тоже никак. У вас на руках прививочная карта. Все проставлено. Прививка от гриппа там тоже есть. Карту вы эту сканируете. Она у вас тоже должна быть на руках. Отсканированная карта вместе с прививкой от гриппа. Помимо этого, справка от санэпидемиологической обстановки дома. Она берется за три дня до отъезда. Не раньше. Она должна быть свеженькая. Если три дня пройдет, то есть срок справки три дня, то вас соответственно тоже завернут. Итак, медицинская карта у вас на руках. Вы ее тоже загрузили. В какой лагерь вы уже знаете. И вам обязательно должны позвонить с вашего департамента образования или с регионального комитета по образованию, культуре и спорту. Ну, как он у вас там называется, да? Звонят и говорят, что такого-то, такого-то числа у вас будет там либо рейс, если вы иногородние. Если крымские, то значит, к оскольке нужно будет вот прям подъехать непосредственно в артековскую гостиницу. По ковиду, кстати, забыла сказать по ковиду. По идее, кто вам звонит из департамента образования, да, они должны четко знать, нужен тест на ковид или не нужен. Потому что в зависимости от эпидемиологической обстановки в разных регионах по-разному. Даже вот у нас в Крыму, например, из Бахчисарайского района дети едут, им тест на ковид не нужен, потому что Бахчисарайский район снят. А вот, например, Симферопольский район, он еще находится вот в этом вот режиме пандемии, и поэтому там еще тест на ковид нужен. В разных регионах по-разному. Поэтому уточняйте этот вопрос. И еще очень важно, тест на ковид должен быть по срокам, вот вы его сдаете, начиная со дня сдачи, у вас должно пройти не больше недели. То есть, если, например, у вас заезд в пятницу, тест на ковид вы должны сдать либо в понедельник, либо во вторник, да. Вы сдаете, например, в понедельник, у вас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И еще у вас запасные два дня, потому что семь дней. И вот, наконец-таки, вы в гостинице, подъезжаете к гостинице Артека, да. Находится она в городе Симферополе, Гагарина 5. Вы туда подъезжаете. Там, как правило, всегда очередь. Под большим таким козырьком стоят дети и родители и дожидаются своей очереди. Как сейчас вот дело обстоит, да, вот в связи с эпид-обстановкой. Запускают детей по партиям. Гостиница пятиэтажная. Поэтому первую вот партию запускают, например, 30 человек. Они туда заходят, родители остаются, естественно, на улице. Дети заходят на этаж. Вот наша попала на четвертый этаж. Они там должны будут пройти проверку документов и еще раз в медицинскую комиссию. Там смотрят кожные покровы, уши, голову на наличие в шее гнид. Заглядывают, как говорится, в рот, меряют температуру. Все. Вот на этом вся медицинская комиссия. Но здесь очень важно, чтобы вы прошли вот этот вот пакет документов, чтобы все справки соотвечали, да. Еще раз. Справка санэпид, ковид – это справки, которые должны по срокам совпадать. Прививки все должны быть. Если прививочные карты нет, вас могут завернуть. Справки санэпидем нет, вас могут завернуть. Что-то оформлено неправильно, не хватает каких-то печатей, вас могут завернуть. Поэтому пока вы еще не доехали до гостиницы, лучше несколько раз проверьте наличие всех печати и очень хорошо посчитайте сроки. Потому что были такие моменты, когда детей выводили вместе с вещами назад к родителям и говорили, вот у вас, например, справка просрочена, у вас есть еще время, вы можете поехать эту справку сделать. Это, конечно, те дети, которые проживают в Крыму. Если дети успели за день, идет поток до вечера, то, в принципе, они попадают. Если дети не успевают, то тогда все, они в эту смену не попадают. Если дети из других регионов и не хватает каких-то справок и так далее, то сопровождающим лицом они обратным рейсом летят домой. Никто здесь с ними сейчас в эпидемиологическую эту обстановку нянькаться особо не будет. Поэтому я еще раз говорю, обратите на это очень большое внимание. Значит, и так, возвращаюсь. Вот дети находятся по этажам. Вот наша была на четвертом этаже. Документы проверили, она отзванивается, говорит, мама, все хорошо, документы у меня проверили. Мы ждем очереди на медицинскую комиссию. Прошел первый этаж, да, дети, медицинскую, их в зал ожидания. Первый этаж освободился, 30 человек детей партию заводят на первый этаж. В это время спускается второй этаж на комиссию. Пока второй этаж на комиссии, соответственно, второй этаж, 30 человек детей, которые под газырьком на улице, их загружают в гостиницу. И вот таким вот образом проходит медкомиссия. Ждать примерно, вот мы ждали около двух часов, пока вот наш ребенок прошел комиссию. Как только комиссия пройдена, их отправляют в зал ожидания. И потом пофамильно вызывают в автобусы. Автобусы, естественно, собираются в зависимости от лагеря. Вот, никто их отдельно там разводить по лагерям не будет. Автобус собирается, вот там Лазурный, да, собрались все, кто вот прошел комиссию в лагерь Лазурный. И автобус едет уже непосредственно в сам лагерь. Что значит попасть в определенный лагерь? У многих людей Артек ассоциируется, вот, то есть это такой большой комплекс, единый лагерь. На самом деле Артек, это такая, знаете, огромная инфраструктура. Это такая своя страна, которая состоит из 10 лагерей. Лагерей 9 плюс школа. В осенне-зимний период осуществляется обучение детей. В каждом лагере, вот 9 лагерей, они имеют каждое свое название. Мы попали в Лазурный. В каждом лагере, когда вы туда попадаете, вам выдают форму. Шапку вы можете брать потом с собой домой, забрать в виде сувенира. Это куртку, обязательно теплая кофта, типа вот мастерки флисовая такая. На каждую неделю, 3 недели, на каждую неделю по футболке. То есть 3 футболки, 3 рубашки или там одна рубашка, я сейчас точно вам сказать не могу. Юбка, штаны теплые, штаны не теплые, легенькие штанинки, 4 полотенца. Вот это все им выдают. Поэтому не надо сильно детей загружать личными вещами. Шампунь, мыло, зубная щетка, зубная паста, спортивный костюм, дополнительные кроссовки. Потому что погода у нас в Крыму бывает разная, всякая. Меняется за день несколько раз. То солнце, то снег, то дождь. Поэтому пусть будут дополнительные кроссовочки, если вдруг промокнут, чтобы были сухие. Перчатки, потому что перчаток не выдают. Пижаму обязательно, да, пижаму. Ну и на сменку трусики, носочки. Носочков много разных, и тепленьких, и нетепленьких. Ну, может быть, там еще одну-две футболочки. Все. То есть вещами детей грузить не надо. Их там практически всем обеспечивают. Ну вот, собственно говоря, все важные моменты, на которые стоит заострить внимание, я вам сказала. Будьте счастливыми обладателями путевки в Артек. Попасть в него можно. Мы пробовали четыре раза, четыре раза не попадали. На пятый попали. Вот. Так что все в наших руках. Верьте, как говорится. И все получится. Ребенок там, он счастлив. А вы, дорогие родители, можете еще также следить за жизнью своего ребенка. Есть в ВКонтакте сайт Артека, страничка Артека. И там есть все-все-все лагеря. Вы можете подписаться и, собственно говоря, быть свидетелями всех тех мероприятий, которые проходят в лагере. Фотографируют периодически, выставляют фотографии. То есть вы будете в курсе всего, что там вот происходит. Если я что-то где-то не рассказала, есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Если я их знаю, я обязательно отвечу. Если это было полезно, ставьте пальчики вверх. Задавайте вопросы, комментируйте. Всех вам благ и пусть ваши дети попадут в Артек. Субтитры подогнал «Симон»